Ярчайшим моментом в моей жизни был приезд в Москву оркестра Дюга Эллингтона в 1971 году. Вместе с ним приехали такие звезды, как Харри Карни, Коти Уильямс, Пол Голсанбас. Мне посчастливилось встретиться с этими музыкантами на приеме в Спаса Хаусе, резиденции американского посла. А позже в Доме Дружбы на Калининском проспекте там американцы были уже гостями, а принимала их так называемая музыкальная общественная столица. До этого у меня уже был опыт общения с американскими дипломатами. Из него я вынес, что джаз любят не все американцы, что аристократы считают его искусством низов, простых людей. В этом был парадокс. В СССР джаз считался музыкой толстых, а сами толстые, если перепразировать Горького, себя дома, на родине джаза, относили его к музыке тонких. Можно сказать, что получив приглашение на прием в честь Дюка, я был готов к проявлению дипломатического снобизма. Но то, что я там увидел, было куда хлеще. Пушкин, как известно, сформулировал антидезу поэт и толпа. Так вот, на приеме я стал очевидцем ее американского варианта. Черный гений джаза и толпа белых снобов. Я и для этого видел, как раздают автографы, так называемые звезды. И замечал у них разные, порой полярные чувства. Самодовольство, высокомерие, раздражение от потери времени, благодарность за признание, неловкость от занятия чем-то нелепым, стеснительность, смущение. Все зависело от личных качеств звезды. В случае с Эллингтоном ничего негативного не было. Из-за высокого роста он казался плывущим над окружающей его толпой. Излучал спокойствие, естественность и такое чувство собственного достоинства, что было ясно, вот он, гений в толпе. Так запомнилось, что снобильская публика, подходившая к дюку за автографами, на миг преображалась, становилась проще и естественней. Было ясно, кто есть кто. Кто поэт, а кто серая толпа. Я не взял автограф у Эллингтона, но прекрасно представлял, что чувствуют американцы, которым повезло быть рядом с человеком-символом, и где? В советской Москве, на другом краю земли. Теперь о встрече с оркестром Эллингтона в Думе «Дружба» на Калининском, бывшем особняке Савы Морозова, на Большом зале. Туда были приглашены московские джазмены, известные советские композиторы, музыкальные критики, журналисты. Сперва на сцену бывшие официальные люди и поприветствовали дюка и его музыкантов. После на нее поднялся сам Эллингтон поблагодарить за внимание. Тут же на сцене образовалась толпа из желающих сфотографироваться с дюком или просто постоять рядом. Фотографы, снимавшие его стояли перед сценой, в их кадры попадал лишь первый ряд из пробившихся к Эллингтону, вставшим на край сцены. Тем не менее, в первом ряду оказались самые уважаемые и достойные. Леонид Утесов, Николай Минк. Леонид Осипович даже сказал что-то торжественное, а потом по обыкновению начал шутить, обращаясь к дюку, который держался с неизменной выдержкой, как истинный артист, понимавший необходимость этих встреч. Эллингтону преподнесли традиционные русские сувениры. Среди них балалайку. А когда ритуальные приветствия закончились, дюк сел за рояль, и его окружили музыканты, пришедших поиграть с классиками. На джинме была исполнена одна из популярнейших мелодий Эллингтона, баллада «I've got it bad», в которой я исполнил на саксофоне тему и квадрат импровизации. А в сознании того, что мне аккомпанировал столь великий автор, как ни странно, только добавило мне уверенности. Волнения не было вовсе. Я играл с удовольствием и спокойно, как бывает лишь тогда, когда ничего и никому не надо доказывать. Мне просто хотелось, чтобы дюк почувствовал, его музыка доставляет нам наслаждение. Когда квадрат закончился, я открыл глаза, которые автоматически закрываю во время импровизации, и чуть не ударился правым виском какой-то предмет. Оказывается, в самом конце моего соло дюк встал из-за рояля, взял подаренную балалайку и подошел ко мне, делая вид, что играет на ней. Именно от нее я чуть не стукнулся. А замечательный джазовый фотограф Юрий Нижниченко сделал в этот момент снимок, попавший в ряд джазовых журналов. В частности, американский даун-бит с подписью «Дуэт двух миров».